Начинающий шашист в этой позиции не видит ни одной комбинации. Это грустно или весело? Это печально. Шашист-любитель начинает замечать, что у черных ослаблено дамочное поле b8. И можно провести комбинацию с поля f4. Вот по такой траектории. Сделав несколько ходов в уме, шашист-любитель начинает проводить комбинацию. Аb4. Ну естественно черные вначале бьют к дамке. Теперь белым надо сделать выжидательный ход. Любитель ходит, допустим, cd2 и ловит дамку черных. Белые прорываются в дамки и кажется, что они празднуют победу. Но на самом деле после нескольких разменов выясняется, что побеждают здесь как раз таки черные. То есть они ловят дамку белых и легко побеждают. Также в этой позиции не проходила ловля дамки черных. Допустим, если отдать еще шашку b2. Тогда белые в этой позиции остаются без шашки. То есть после того, как черные ловят дамку белых, выясняется, что они без шашки и черные легко побеждают. Для этого и на разменяться. Ну и после единственного хода белых и f4 еще раз разменяться. И две шашки черных легко справляются с одной шашкой белых. Турец, пацан, успех ушел. Не получилось, не фортануло. Шашечный профи все это видит и замечает, что у черных откладлено дамочное поле d8. Также возможно проведение комбинации, например, с поля f2. Вот по такой траектории. И профи начинают проводить комбинацию d5. В эту сторону бить бесполезно, так как белые прорвутся на преддамочное поле и затем пройдут в дамки. Поэтому приходится бить сюда. Когда белые отдают еще одну шашку, затем еще одну, затем еще две и проводят свой задуманный удар. Как бы черные не били, бьем именно на поле а3, а затем шашкой на поле c5. И белые легко побеждают. Вперед шагом, марш, есть!